Народ, всем привет! Очень рада вас видеть на своем канале. Сегодня в этом видео я буду рассказывать, показывать, как же нарисовать руки. По многочисленным просьбам я решила снять это видео. Сегодня буду только говорить о руках, не буду показывать, как рисовать туловище, как рисовать голову, как рисовать полностью человека. Все это не буду показывать, потому что тема у нас сегодня рук. То есть мы поговорим о руках. Хочу сказать, что в нарисовании рук нет ничего сложного. Многие думают, что это что-то такое сложное и рисуется очень тяжело. После того, как я вам объясню и расскажу свою схему, которую я для себя вывела, по которой я рисую руки, я думаю, вы можете ее применить и с легкостью сможете рисовать руки. Если у вас нет никакого яркого примера, чтобы посмотреть, например, какую-нибудь позицию руки, вы там, например, хотите нарисовать, что рука держит стакан или рука держит карандаш, и вы это не можете найти в интернете, то вы можете это сделать со своими руками. То есть вы можете взять стакан и посмотреть, как это выглядит, как у вас выглядит рука на данный момент. Если вам сложно срисовать своей руки, вы можете попросить кого-нибудь из родственников подержать вам стакан. И вы можете, например, сфотографировать эту руку или просто срисовать как с натуры. Также можно и свою руку сфотографировать, и вот у вас готовый референс, который вы можете применить. Я разделила сегодняшнее рисование наших рук на несколько типов. Первый вариант это классическое рисование, как вы видите картинки, видно, что четко прорисованы все детали. То есть в классическом рисовании рук там соблюдается стопроцентная точность, видно прожилки, вены. Если сегодня вы ожидаете от этого видео и от меня, что я научу вас рисовать такие же руки, то я вас огорчу. Потому что я такие руки сама не рисую, не люблю такое рисовать. И я вообще специализируюсь на другом направлении, более мультяшном. Сейчас мы поговорим, я вам расскажу про остальные типы. Следующий вариант на рисование рук это идет мультяшный, то есть полностью мультяшный. Это когда там три пальца, там немножко абстрактная анатомия. Пальчики могут быть одного размера или одной и той же длины. Но в мультяшной рисуется очень просто, там не стоит сильно заморачиваться о том, чтобы прорисовать какие-то прожилки или там косточки, чтобы торчали, чтобы все это как-то выглядело именно как в натуральном. Следующий вариант я назвала гибрид, это мое такое обозначение. Это два предыдущих варианта соединены в один. То есть в этом варианте вы рисуете руку, она больше похожа на настоящую, то есть здесь соблюдаются все пропорции, то есть длина пальца, форма руки. Все это идет от классического рисования руки. И плюс мультяшное то, что она может выглядеть без всяких там вен. Этот вариант мне ближе всего, и сегодня я буду показывать, как его нарисовать. И хотелось бы еще сказать про последний вариант, про последний тип нарисования рук. Это фантастические руки, где все может выглядеть по-другому. Пальцы могут быть закручены или какие-то длинные, или какие-то в разные стороны. И пальцев там может быть не 5, а 10 на руке. То есть это уже фантастика, полная фантастика. В некоторых вариантах фантастических рук используется та же самая классическая рисовка. Возвращаемся все к классике. Но тут это все условно, и вы можете тут фантазировать, придумывать как хотите. Вы должны для себя определиться, в каком стиле, в каком направлении вы хотите развиваться и рисовать. Так что давайте скорее приступим к рисованию рук. Я запускаю свою программу с АИ, подвину планшет поближе, потому что он у меня немножко далеко стоит. Первое, что я вам скажу. То есть мы рисуем вот такой вот квадратик. Это у нас вот она, либо вот этот квадратик. Я вам буду показывать схематично, чтобы вам было понятно шаблон, по которому вы можете рисовать, ориентироваться по нему. Может в дальнейшем он вам вообще не пригодится. То есть вы уже будете понимать, как строится рука, как это все рисуется, и будет проще. Но сейчас я вам покажу схематично это, и потом от этой схемы нам будет проще строить позиции рук. Там разные, различные позиции рук. Если вы будете рисовать, пробовать, тренироваться, то конечно же у вас будет все хорошо получаться. Если не тренироваться и ничего не делать, то конечно же ничего получаться не будет. Вот у нас есть квадратик. Теперь я вот этот квадратик разделяю на две части Вот снизу буду на этой руке показывать, здесь удобнее Мы их нарисуем, схематически нарисуем два таких кружочка здесь Давайте нарисуем То есть этот будет такой поменьше, он даже такой вот можно вот так сделать, как колбаской А этот побольше То есть побольше и поменьше, я буду зеркально рисовать Теперь смотрим, пальчики, да, вот у нас идут пальчики Они не все на одном уровне, да, бизинец он маленький Этот пальчик идет чуть-чуть повыше, средний тоже идет повыше Этот уже пониже и поменьше, да, то есть он идет такой вот как бы домиком, такой крышей как бы Получается у нас выходит это вот так, вот такая вот крыша сверху, да, вы видите крыша Также эта линия не только сверху идет такая в виде крыши, да, не прямая, а просто такая изогнутая Здесь мы тоже видим, видите, то есть она не прямая идет, а вот такая как бы дугой И это мы тоже себе можем обозначить здесь, такая дуга, то есть видите дуга И сейчас мы обозначим каждый пальчик кружочком, то есть рисуем кружочек, 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 кружочек Это типа у нас будут пальчики Тут можно обозначить большой пальчик, то есть подушечку большого пальчика И рисуем То есть у вас должно быть в каждом рисунке движение, то есть не бойтесь сделать линию неровной, да То есть не вот такая там прямая линия, да, вот я рисую палец, он у меня прямой То есть видно все равно, что пальцы они такие немножко идут кривые Вот если вот так взять, смотрите, как пальцы выгибаются, да У кого-то они могут не выгибаться так сильно, вот у меня прям очень сильно выгибаются пальцы, смотрите И мне не больно Короче, они очень сильно выгибаются Здесь они тоже идут неровные, немножко такие кривоватые пальцы идут У всех по-разному, вы можете посмотреть, изучить свою руку Теперь рисуем здесь пальчик Он такой идет, видите, немножко как бы с наклоном Два пальчика я наклоняю в одну сторону И два крайних я наклоню сюда ближе к середине, то есть друг к дружке Она будет так выглядеть Так, мизинец немножко у меня какой-то, немножко длинноватый получился, мизинец Вот И теперь большой пальчик Вот такой типа пальчик Видите, пальчики получились очень красиво и естественно И вот я приведу пример, если нарисовать просто прямые пальцы, да, вот если бы вы рисовали бы прямые пальцы Да, вот посмотрите Просто прямые пальцы Это как-то выглядит, ну не очень интересно, как будто пальцы у какого-то там робота, да А здесь у меня идет немножко наклон Сейчас я вам даже немножечко обозначу, чтобы вы понимали То есть у вас идет наклон сюда Сюда идет наклон Немножко сюда, в эту сторону И сюда То есть два пальчика идут наклоном сюда, в эту сторону, к середине, да И два крайних тоже к середине, то есть они два идут так А здесь у нас идут просто по прямой, если вы видите То когда пальчики изогнуты, это выглядит намного красивее и более так, по-натуральному, можно сказать Так, этот пальчик у нас идет вот сюда То есть здесь уже в середине самой руки можно обозначить эту типа верхнюю зону Вот как-то так Допустим мы рисуем эту схематическую штуковину Вот такая тоже как бы дуга И чем-то эта подушечка похожа на собачью лапку Так, и например, ну давайте у нас тут есть изогнутый, ну как бы палец, положение этого пальца сюда в сторону Мы нарисуем палец в середину, припустим, да То есть рисуем в середину Это как будто ноготь получился Я вытру его, все-таки это у нас не ноготь И рисуем пальчики То есть первый у нас идет покороче Второй подлиннее Так, я вот смотрю на свою руку до сих пор, да Вот смотрю, что мизинец он что-то покороче Даже можно вот этот пальчик первый сделать чуть-чуть подлиннее Даже так чуть подлиннее, как это колбаса получилась Так И такая получилась у нас ручонка Теперь, сейчас я ее перекину на другой Так, Ctrl X, Ctrl V Сейчас я буду ее обрисовывать Сделаем посветлее и поверху уже рисуем саму по себе руку То есть здесь нет ничего сложного Как видите, нет ничего сложного Если вы, конечно же, это рисуете как мультяшный вариант Здесь нет ничего сложного Если вы это рисуете как классический вариант То там, конечно, нужно попотеть Там много чего нужно знать Потому что все-таки там нужно рисовать, как это в жизни Сама рука выглядит красиво Ее можно так и оставить Народ, спасибо, что посмотрели это видео Надеюсь, оно вам очень понравилось Надеюсь, все было максимально понятно, что я вам рассказывала Я старалась Старалась все это записать и рассказать максимально просто И доступно для вас Чтобы вы могли разобраться и быстро научиться рисовать руки Также в дальнейшем я хочу записать видео о том, как рисовать тело Как рисовать лицо Все это будет в будущем, конечно же Кто еще не подписан на мой канал Подписывайтесь Не забывайте жмакать колокольчик Чтобы не пропустить все самое интересное, что будет у меня на канале Не забывайте ставить пальчик вверх этому видео И до скорой встречи Пока Субтитры сделал DimaTorzok